Вопреки ожиданиям некоторых, сегодня мы не будем говорить о тех ковидных ограничениях, которые тут у нас случились буквально в последние дни. Не будем говорить о том, как Хабиров не послушался Путина и, по сути, плюнул в глаза госпожи Голиковой. Об этом мы поговорим в ближайшую субботу, когда все уже будет конкретно известно и когда будут опубликованы все документы. А сегодня я хотел рассказать одну необычную историю, очень тревожащую на самом деле многих. И, как ни странно, эта история связана с переписью. 15 октября стартовала всероссийская перепись. Стартовала она как-то не очень заметно. Ну, там какие-то сюжеты по БСТ, конечно, показывали, но, собственно, не очень-то все это активно. При этом из нескольких школ города Уфы и, в частности, из 94-й школы мне поступила очень интересная информация. Учителя школ, классные руководители собирают весьма специфическую информацию и список вопросов поразительным образом похож на опросник переписчика. Я процитирую. Значит, вот через внутриклассовые чаты идет информация о том, чтобы родители сбросили классным руководителям следующую информацию. Адрес проживания, состав семьи и вообще проживающие в квартире, даты рождения всех проживающих в квартире, их образование, их национальность, площадь квартиры и количество комнат в квартире. Ну, весьма специфическая, скажем так, информация, да, то есть, как бы, я понимаю, что, наверное, школа должна знать адрес своих учеников, а вот национальности образования бабушек, дедушек, тетушек там и прочих, и прочих, наверное, все-таки это уже некая статистическая информация. Так вот, в связи с этим у меня вопрос. У нас что, учителя взялись за перепись населения? И это пока только вопрос. Но, учитывая тот опыт, который мы имеем на протяжении последних лет, опыт участия учителей в выборах, мы прекрасно понимаем, что если уж учителям поручили провести перепись, то они ее проведут, видимо, так, как нужно, а не так, как есть на самом деле. Я только пока предполагаю. Но, судя по всему, США, Сидиакин и прочие Бадрановы исполняют задачу, поставленную перед республикой, по поводу перепись населения. Мы помним, что башкирские власти очень волнуются за результаты переписи в том контексте, что вдруг татары не захотят записываться башкирами, вдруг башкира окажется очень мало, вдруг северо-западный диалект башкирского языка все равно окажется татарским языком, как это есть на самом деле. В общем, все их задумки могут сейчас провалиться на этой переписи, потому что люди просто не захотят менять свою национальность даже анонимно в переписных листах. Может быть, люди не захотят еще что-то делать. И есть предположение, пока это только предположение, основывающееся вот на этих вот событиях, предположение о том, что в бой бросили опять учителей. Учителя, которые дадут информацию, какую надо, по крайней мере, изменят ее как надо и прочее, 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 прочее. В связи с чем у меня вопрос. Дорогие уважаемые учителя, вам не надоело быть игрушкой в руках вот этих вот нечистоплотных политиканов, которые от раза к разу вовлекают вас то в фальсификацию выборов, то в перепись, то в голосование за Конституцию и так далее, и так далее, и так далее. Ну, учитель это очень почетная древняя профессия, всегда пользовавшаяся уважением у населения, всегда получающая какие-то преференции от власти, от населения, от людей. И люди, в принципе, понимают, что учитель это очень важно. А вот в России учитель, который фальсифицирует выборы, который участвует в фальсификациях на референдумах за Конституцию, который теперь, судя по всему, взялся за перепись населения, вот этот учитель уже немножко не учитель. Вот потому, в связи с этим я хочу, во-первых, попросить вас, может быть, и в ваших школах есть такие примеры, сообщите нам об этом. Мы хотим обобщить информацию и понять, вмешались ли наши власти уже в процессе переписи в своем любимом ключе фальсификации результатов выборов, или нам это только показалось. Субтитры создавал DimaTorzok